Сотрудники Свердловского Роспотребнадзора заявили, детей без прививок не пустят на занятия в школы и в детские сады. Такой запрет будет действовать на период эпид-сезона. Как на это отреагировали родители и учителя, выяснял наш корреспондент Антон Чистяков. Возможно, некоторые из этих детей смогут дойти в скором времени только до школьной спортплощадки, чтобы поиграть. Ну а внутрь здания им уже зайти будет нельзя. Роспотребнадзор выпустил новое постановление. В эпидемиологически опасный период детей без прививок внутрь школы пускать не будут. На вынужденные каникулы непривитых школьников и даже малышей в садиках будут отправлять, чтобы они не заразились или не инфицировали других ребят. При этом тем, кто не обзавелся иммунитетом против гриппа, придется провести дома минимум пять недель. Таков, по мнению врачей, эпидемиологически опасный период. Он начнется примерно со второй половины января. Это обязательное требование федерального законодательства. И ответственными за исполнение этого требования являются руководители этих образовательных учреждений. Директора школ, заведующие детских дошкольных учреждений. Мы, как надзорная структура, будем контролировать, как руководство этих учреждений будет соблюдать требования федерального законодательства. Такую новость в школах региона встречают по-разному. Не все родители согласны с мнением врачей. Ну, мое мнение, что все-таки стоит ставить виппы, так как все равно иммунитет вырабатывается. Если даже не одним видом гриппа он заболеет, другим вирусом, там же много разновидностей, что иммунитет все равно какой-то будет не существовать. Получается так, что после вакцинации мы сразу заболеваем. И как бы протекает это очень сложно. И еще в нашем случае нежелательно нам болеть. Я думаю, что будет это обжаловано либо в суд, либо в прокуратуру. То есть ребенку надо ходить в школу. Другой вопрос, почему не сделали прививку. То есть родители вовремя. Либо родители, либо по чьей вине, так скажем. Ну, в принципе, это мы за прививку. Тем временем руководство школ уже готовится к тому, что их классы могут опустить. Однако процесс обучения прерывать не намерены. Если школьник не придет на урок, урок пойдет к нему. Сегодня большинство школ Екатеринбурга, я это знаю точно, поверьте мне, готовы к дистанционному обучению. Дистанционное обучение – это та же форма обучения в время, которое ребенок равноправно получает стандарт. И если уж такая ситуация вдруг где-то как-то может произойти, то ребенок не останется без образовательного стандарта. Впрочем, домоседами могут стать немногие серловские школьники. В учебных заведениях области полным ходом идет прививочная кампания. Многие, не дожидаясь приема у школьного врача, отправляются в городские поликлиники. Прививочная кампания против гриппа проходит в этом году очень успешно. Население охотно прививается от гриппа, поскольку это является одной из самых распространенных вирусных инфекций. Медики отмечают, что пока от вакцинации отказался всего 1% населения. Но и на прием пришли еще не все. Так что в привычных кабинетах ожидать пациентов будут вплоть до 1 декабря. Антон Чистяков, Михаил Медведев и Семен Сливанчук. События ОТВ.